ДИКТОР Чудо-моцелел в аварии. Сел в кабину, взял в руки чайник, и тут такой висок тормозов. Неуправляемый КАМАЗ врезался в припаркованную фуру. И в набережных Челнах при разгрузке на заводе двигателей загорелся грузовик. И пожарных нету, да? Это и не только в ближайшие 10 минут. ДИКТОР Четыре человека, в том числе двухлетний ребенок и его мать, пострадали в результате страшной аварии на проспекте Победы. По предварительной версии, автомобиль Hyundai Solaris на высокой скорости протаранил едущую впереди китайскую иномарку Gilliam Grant. Автомобиль развернул, а один из них подлетел на заборе и остановился практически на крыше другого. Рамиль Шайдулин с места происшествия. Мы только выехали за правки, даже не разогнались, и все, и сразу удар. И стратить только что приобретенное топливо им так и не пришлось. Как такое возможно, и все ли живые? Эти вопросы невольно возникали у тех, кто видел фактически стоящие друг на друге автомобили на проспекте Победы. Авария обошлась без жертв. Юрий, пассажир Gilliam Grant, единственный, кто отделался лишь испугом. Как все произошло, на месте сказать не мог, не понял сам. Получается, вот он как-то вбок. Может быть, он хотел перестроиться на большой скорости, как бы не рассчитал расстояние, потому что такой удар не ровный именно в заднюю часть. Сам момент аварии попал в объектив видеорегистратора, едущего сзади автомобиля. На съемке видно, вот, Gilliam выезжает с территории заправки, и спустя секунды на большой скорости сзади в машину врезается Hyundai Solaris. Автомобили развернуло, они пересекли проезжую часть. Gilliam, врезавшись в забор, подлетела, как на трамплине. Передняя часть осталась висеть на ограждении. Задняя частично опустилась на остановившейся снизу Hyundai. В итоге травмы получили 4 человека. Супругу Юрия, сидевшую за рулем, госпитализировали с дисторсией шейного отдела позвоночника и ушибом мягких коней грудной клетки. В больницу для тщательного обследования забрали и их двухлетнего ребенка. Водитель Hyundai и его пассажирка от госпитализации отказались, так же, как и от разговоров. Да он не разговаривает вообще. Одной из причин аварии, кроме высокой скорости Hyundai, Юрий видит и в тонированных стеклах машины. Возможно, поэтому водитель последний и не сумел соориентироваться на дороге. Хватит ли страховых выплат для восстановления джили, будет понятно после проведения экспертизы. Вполне вероятно, что разницу виновнику аварии придется выплачивать самому, так же, как и ремонтировать свой автомобиль ему досталось не меньше. Место происшествия разбитые машины покинуть своим ходом не смогли. Для них пришлось вызывать эвакуатор. Рамин Шайдуля, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. В одно мгновение нанес ущерб на сотни тысяч рублей. КамАЗ с прицепом столкнулся с припаркованным грузовиком сегодня днем на улице Тихорецка. Несмотря на то, что удар пришелся в кабину многотонника, водитель КамАЗа смог избежать прямого лобового столкновения. С места событий. Репортаж Айрата Назипова. Ожидал погрузки и врезался КамАЗ. Припарковав свой грузовик на обочине, его водитель никак не ожидал такой развязки. Молодой человек за минуту до происшествия вернулся в кабину своего многотонника. Я пришел, сел в кабину, взял в руки чайник и тут такой виск тормозов, я только успел отпрыгнуть с этой стороны. В результате аварии никто серьезных травм не получил. Хотя по рассказам того же водителя грузовика, второй участник ДТП жаловался на боль в груди. Впрочем, мужчины решили обойтись без скорой помощи. Говорит, что занесло, а он тормознул резко, у них что-то перед там сильно хватает, его занесло и он меня. Малоледа я не вижу. В момент аварии рядом были припаркованы и другие большегрузы, но их по счастливой случайности неуправляемый грузовик не задел. В результате ДТП у КамАЗа серьезно повреждена кабина. Достался и стоящему большегрузу. Его владелец оценит ущерб в несколько сотен тысяч рублей. Молодой человек уверен, что страховка вероятно виновника аварии не покроет всю стоимость ремонта. В Казани скончался 68-летний водитель «Лады», опрокинувшийся на бок после столкновения с Volkswagen Touareg. Напомним, авария произошла на пересечении улицы Беломорска и Гудаванцева утром 19 февраля. По версии автоинспекторов, водитель «Лады» выехал на красный сигнал светофора, после чего в него на полном ходу въехала немецкая иномарка. Затем легковушка столкнулась с забором и опрокинулась на бок. В результате аварии пожилого водителя «Лады» госпитализировали. Однако спасти мужчину врачи не смогли. Спустя три недели он скончался в больнице. Новосавиновский район и суд Казани вынес приговор 36-летнему местному жителю, который насиливал свою малолетнюю падчерицу на протяжении 7 лет. Как доказали в суде, все началось в октябре 2010 года, когда потерпевшей было 8 лет. Но рассказать обо всем матери девочка решилась только в апреле 2017-го. Тогда же мужчина был задержан. Причастность к преступлению он не признал, однако его вину доказали судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертиза, а также результаты психофизиологического исследования ребенка, от прохождения которого мужчина отказался. По итогам расследования ему было предъявлено обвинение в 165 эпизодах изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В набережных Челнах четвероклассник пришел на урок с ножом и угрожал расправой. По предварительной версии школьник не успел воспользоваться холодным оружием. Его заметил одноклассник, который сообщил обо всем учителю. После того, как у него отобрали нож, мальчик начал кричать, что всех расстреляет. При этом на странное поведение подростка неоднократно жаловались. Ранее был зафиксирован случай нападения на учителя с ручкой. На данный момент прокуратура проводит проверку. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, в том числе, каким образом ребенку удалось пронести нож в здание школы. При этом будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, органов и учреждения системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также родителей и законных представителей ребенка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В Лениногорске огнеборцы спасли хозяина горящей квартиры. Инцидент произошел на первом этаже дома по улице Менделеева ранним утром. К приезду пожарных из окон помещения валил густой дым, однако в подъезде задымление не наблюдалось. Проникнув внутрь помещения через окно, они вывели пострадавшего хозяина квартиры. Мужчину передали медикам, его госпитализировали с отравлением угарным газом в состоянии средней тяжести. Огонь удалось потушить за несколько минут. В результате пожара сгорел сервант и вещи на площади 2 квадратных метра. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На территории одного из заводов набережных Челнов загорелся грузовик. Транзитный автомобиль, прибывший из Башкирии, находился на разгрузке неподалеку от ворот производственного корпуса. По сообщению пожарной службы, возгорание произошло в кабине автомобиля. Огонь был ликвидирован через несколько минут. Никто не пострадал. Проводится расследование причин возгорания. Предположительно, в кабине вспыхнул газовый баллончик. В Зеленодольске полицейские задержали закладчиков наркотических средств. На автодороге Ешкрала-Казань был остановлен автомобиль ВАЗ, за рулем которого находилась 27-летняя жительница Мария Эл. В ходе осмотра ее машины оперативники обнаружили и изъяли порядка 8 граммов синтетического наркотика ПВП. Кроме этого, у 24-летнего пассажира было обнаружено еще свыше 14 граммов синтетики. Как выяснили стражи порядку, оба задержанных занимались бесконтактным сбытом запрещенных веществ. Они возвращались из Казани, где сделали несколько закладок. В результате были установлены места 8 тайников. В общей сложности у молодых людей изъяли порядка 28 граммов синтетического наркотика. В отношении них возбудили уголовное дело. Как помешать работе, если ты морж? Почему не стоит терять концентрацию при охоте? И каким образом можно стать популярным, делая селфи? Ответы на эти вопросы вы узнаете в рубрике «Сплошные проколы». Пробурили лунку, чтобы измерить осадок ила, но планом помешал нежданный гость. Ямальские вахтовики не смогли сделать свою работу из-за выплывшего моржа. Животное вынырнуло из лунки и несколько раз попыталось выползти на лед. Людей оно не боялось и всячески привлекало к себе внимание. Людям же пришлось ждать, пока Мош удовлетворит свои желания и даст им нормально поработать. А этот сноубордист, видимо, даже не предполагал, чем может закончиться его спуск с горы. Мужчина заснял на камеру сход лавины, которую сам же и спровоцировал. Обошлось без трагических последствий для спортсмена. Жажда жизни позволила мангусту перехитрить четырех львят в Кенийском заповеднике. Маленький каскадер убегал, давал отпор и в конце концов вскрылся в норе. В итоге неопытные охотники довольствовались ничем и даже не поняли, что произошло. Пингвины из Антарктиды стали новыми героями интернета. Они случайно обнаружили камеру и также случайно ее перевернули. По всей видимости, птицы оказались современными. Они разглядывали технику, условно позируя для видеоселфи. По мнению ученых, такие проявления интереса к технике со стороны пингвинов не редкость, так как они чрезвычайно любопытны. Лина Зинатульна, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 и на мобильной 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов в судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова